Экономичная ситуация на гомельском предприятии «Светлотехника» летит сегодня просто уже не первый год, а 60% работающих заявляются инвалидами по зруху, а там и просто не могут выполнять складанные операции и тем больше выработать высокотехнологичную конкурентно-здольную продукцию. Поколит значная надея на допомогу и других предприятий. Той же реческий метризный завод передал у Гомель частку операции по фасовству цвяков. Связываемся с нашими гигантными заводами. Какие-то услуги нам предоставляют по чепуреческому заводу, скажем, гвозди собирать, метизы комплектовать. Руденск, вот это тот же самый, фонарики собираем. То есть слепой человек может на ощупь понять и определить, и собрать этот узел. Работаем дальше. Разом с тем, на «Светлотехнице» погоджаются. Такое взаимодействие кардинальным членам ситуацию не выратое. В повесеяким разе забеспечить полную и постоянную занятость похоть не отримывается. В ближайший час предприятие плановит начать выпуск светлодиодных святиньев, але и этой продукцией полной загрузки не забеспечить. И еще один проект, который также находится в стаде узгоднения – поставка сяденьев на минский стадион «Динамо». Причем это не первая спроба наладить в творчестве таких вырубов разных модификаций, але далеко не все и они заканчивались остановчим. Один из проектов, который так и заставился на паперы, узоры возле этих сяденьев предоставила итальянская фирма, але выпускать их оказалось экономично нематозгодным. Кап затраты купили, потребны и вельми уже великие объемы реализации. Основная проблема гуманской святотехники – таешь, что и на инших предприемствах, где больше спрацующих инвалидам. Цебе кошт вырубленной тут продукции ведьми уже высокий. Что 30 льгот, то на самим заводе их называют эфемерными. Шматайки, сформированные еще в советской часы и во умовах рыночной экономики, корысти практически ниякой не приносит. Почас со встречи с коллективом, депутат палаты представников Виталь Шилов погоджается. Сегодня потребны иншие подоходы. В речи главная задача таких предприемств – фрацовная реабилитация инвалидов, что далеко не за сюда, отправляя иншим эти – отреманию высоких прибытков. Подать этот вопрос в профильную комиссию мы, конечно же, этим возможностью воспользуемся и рассмотрим с целью внесения или предложения в профильное министерство для возможного, конечно, освобождения или предоставления определенных преференций для предприятий, на которых работают в основном более 50% инвалидов. Олег Сентяров, Валерий Копанько, дядя Раду, компания ГУМИ.